всем привет всем привет всем белорусский привет у нас уже время обеда я смотрела что в гляне солнце вроде как бы были какие-то прояснения но без результата даже прошел какой-то дождь даже прошел какой-то небольшой дождь мокрый асфальт я пришла уже на кухню обедать кто не смотрел мои предыдущие видео я уже не хожу на какие подработки сижу дома второй день я так наслаждаюсь этим событием моей жизни что меня до куда-то идти что мне надо одевать этот еще одну одежку меня дайте там мертв на этой улице потом не надо там решить там гребсти мокрой потеть за какие-то эти копейки убираться короче я дома я наслаждаюсь своей жизнью вчера я поубирала дома у меня порядок сегодня же я поставила еще одну стирку сняла сухое белье сделала маникюр наконец-то спустя две недели спустя две недели мне дошли руки обрезать кутикулы красиво свои ноготочки подроблять а то бегом бегу язык на бороде какие-то эти деньги зарабатываю прихожу никакая люди если вы видите что вы как белка в колесе не успеваете делать какой-то обыденный набор ваших жизненных каких-то обрядов вещей в жизни там будто выщипать брови или сделать маникюр или там элементарно там постираться до вас нет на это время значит вам пора остановиться что пора остановиться замедлиться сбросить все вот эти обязанности чтобы на себя наложили даже вот мы вчера с юлей обсуждали у нее и танцы были и английская то на эти два дня ну как бы еще конечно осень сейчас вообще идет упадок сил она уже два дня пролежала дома уже не нужен был ни английский не танцы говорит все и если вы не выводите энергетические вот эти все ваши какие-то хотелки то есть мало то что сходить на работу помимо этого выше мужку от охоте на спортом еще куда-нибудь надо короче уделять время себе вот пускай не на все время хоть вот по крайней мере на два-три дня замедлиться становиться привести себя в порядок привести свои мысли порядок так я с удовольствием провожу время дома стираю убираю есть готовлю вот привожу себя в порядок конечно же не перестаю быть блогером монтирую снимаю видео для вас загружая на канал это тоже работа но это моя работа в удовольствии этой работой я люблю заниматься но если я не в ресурсе думаю блин что людям снять что людям рассказать и только вот даже сейчас включаю камеру и сразу начинаю так сказать вам что-то выдавать речь льется потоком и все вот это в любом случае я сажусь обедать и потом хочу снять сюда же ставлю потому что сейчас я особо никуда не хожу развлекать вас особо нечем на улице дату я сюда же вставлю свои мысли потом по поводу того что легко ли быть содержанкой и востребовано ли это в нашей жизни точнее возможно ли это вот нашей жизни потому что мне все 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 пишут что европа европа мужчина 50 на 50 и все вот это ну ё-моё ну какой 50 на 50 ну посмотрите на меня на женщину на хрупкое создание и на мужика который столько силы и 50 на 50 ну хотя бы 70 на 30 но никак не на 50 на 50 сейчас сажусь обедать и потом поговорим на эту тему вот так мой сегодняшний обед незатейливо пюрешку подогрела яйца сверху колбаску дай дай куриную и юля вчера делала самодельные домашние сосиски 5 сосиски ну так называется что сосиски здесь получается грудка куриная морковка отварная секла для цвета это все блендере перемешивается и потом пленку заворачивается и варится я вчера побоялась попробовать буду пробовать сегодня я открыла баночку с перцем потому что стоит консервация никто ее не ест мне перец иногда как когда болит живот от перца иногда не болит ну вот попробую передавала моя первая свекровь юлина бабушка буду пробовать вкусный перец аромат конечно стоит обалденный все я буду обедать всем приятнейшего аппетита все я вкусненько поела это сосиска такая юлина была прикольная но она такая знаете здорового питания то есть это вот курица отварная с морковочкой может быть что-то вчера мне оно на это не зашло как парные знаете запах такой стоял как у парных котлет так вот возвращаясь к теме содержанки возвращаясь к теме что возможно ли вообще в нашем мире чтобы мужчина содержал женщину сразу хочу ответить что да возможно да возможно я знаю таких женщин я знаю таких мужчин даже вот сейчас буквально недавно я встретила коллегу по работе которая отработала тоже всю жизнь торговли лет двадцать понимаете и она последний год не работает ее муж сказал так хотя он не бизнесмен он не банкир не олигарх обычный рабочий может водителем работает сказал не нужны мне твои эти триста долларов сиди дома пускай твои нервы будет целы чтобы ты мне не трепала мои нервы понимаете то есть вот женщина уже год сидит дома она не больная у нее нет никаких проблем из-за того что в торговле платят такие маленькие деньги скажем так откровенно говоря и много нервотрепки мало того что с покупателями начальство трепет и все вот это и как бы ну а человек себя нигде больше не видит на если он всю жизнь проработал в торговле но это такой случай и есть случаи даже что есть у меня знакомых который вообще ни дня не работал в своей жизни есть подруги которые удачно вышли замуж просто и тоже не банкир там например программист или у кого-то такое свое небольшое дело и тоже человек ну от силы есть тоже пару лет своей жизни проработал поэтому поэтому у меня есть примеры жизни и не пишите мне что такого не может быть и вчера я с удовольствием посидела посмотрела свой сериал женское дело то еще не видел секторе толстогановой зайдите посмотрите но так ухахатывалась я но так это актриса от 2 играет молодая актриса не запомнила ее имя роль вот это такой наивной дурочки это просто это просто дорогого стоит и там такая тема что вот мужчина банкир олигарх и что вот чем олигарха можно удивить вот чем когда он уже видел все и вся и вся красота мира была перед его так сказать ногами и вот это вот такая вот девушка обычная девушка не супер модель его зацепила да его зацепила своей какой-то необычностью своим каким-то другим глядом на мир но чем с того что у него есть кое-какие отклонения конечно психические ну я даже не помню как и называется ее заболевание но все равно она другая она другая и он на нее клюнул и он ей предложил полное содержание она работает следователем естественно там немножко такой пошел абьюз если кому интересно шестая седьмая серия женское дело до 1 сезон он немножко начал ее бьюзить вот ты представь зачем тебе вот это то есть по-своему он ее хочет забрать ее своей жизни то есть у человека была какая-то карьера она отучилась на юриста очень мечтала быть следователем да и он говорит и что какой мужчина какой муж у вытерпеть если там будешь бегать среди ночи на свои эти трупы там расследовать и все вот это то есть женщина должна сидеть дома заниматься собой и любить своего мужчину ну вот так ну я считаю что в таких вот семьях когда мужчина достаточно зарабатывает его даже наверно унизит то что женщина пойдет и там где-то какие-то там эти копейки себе заработать не ну конечно если ты хочешь свое удовольствие тебе нравится там кто-то например преподавательным работать на полставке я знаю таких семьях кто-то врачом на полставке работать таких семьях чтобы не отказываться от своей профессии и чтобы вот каким-то образом себя развлекать скажем так на эти деньги не прожить но таким образом человек как-то самореализуется чем-то занимается вот конечно же я тоже для себя они не как сказать не вижу той модели что я вот буду тупо сидеть дома и ничем не буду заниматься любом случае я буду заниматься своим youtube-каналом мне это нравится делать я буду продолжать снимать видео рассказать про свою жизнь вдруг я на самом деле переду жить в швейцарию да кто его знает буду вам рассказывать потом про жизнь в швейцарии да там или в швеции куда-то переду жить в северную страну да вот поэтому я любом случае хочу с людьми делиться теми событиями в жизни что происходит какими-то новыми местами куда я поеду что-то буду показывать вчера смотрела случайно мне в рекомендациях попал ролик по поводу лена лайфмун называется до блогер она много путешествует везде и в турции там и в крыму и эмират и все вот это и людям нравится люди не могут себе позволить отдых может это и жалеет на этот отдых но есть блогеры которые совмещают не только вот как бы у нее хочет travel до влог у нее и в логовые каналы на свою жизнь показывать и людям нравится что где-то со своим любимым блогером можно посетить какие-то места но это надо отдельную тему отдельное видео снять на эту тему сейчас тема что мужчина уважающий себя мужчина будет счастлив заботиться и содержать свою любимую женщину конечно же женщина если там не сядет ему на шею и будет требовать миллионы там давай 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 мне мало я хочу еще вот эти бриллианты и вот эти бриллианты вот эти бриллианты это конечно должна быть тоже какая-то такая грань да это даже по своим может быть какой-то абьюз со стороны мужчины да он может хотеть полностью своей женщине так сказать овладеть и полностью контролировать где она и что она все такое может быть но мы рассматриваем идеальный вариант когда мужчина свою женщину уважает когда мужчина позволяет своей женщине развиваться хочешь работать работаешь не хочешь работать не работаешь занимаешься собой ходишь в спа салоны главная задача женщины в таком союзе всегда иметь хорошее настроение но может быть не всегда но большинстве своем быть хорошем настроении чтобы мужчина приходил чтобы она его как бы успокаивая после трудного рабочего дня дарила свою улыбку конечно же какие-то другие интимные вещи происходят в паре не без этого но в любом случае я представляю это так что женщина скрашивать будни на своего мужчины вот поэтому поэтому еще такой был комментарий что вот конечно же женщина прожила до 50 лет вот так с мужчиной он ее содержал и в итоге она он нашел себе молодую и бросил ее и бросил ее ой 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 бедная несчастная женщина 50 лет осталась без кормушки да всю жизнь она жила как кот как сыр в масле как там кот сыр в масле которая чекоталась ни в чем себе не отказывала и ой 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 вот ей сейчас же придется идти работать какой стресс для женщины женщины кто меня смотрит а какой стресс для нас на протяжении всей своей жизни до этих же 50 лет ходить на работу чем мы отличаемся от той женщины которая прожила в свое удовольствие 50 лет правильно чем что она прожила 50 лет свое удовольствие и не надо бояться довериться мужчине что ой 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 он меня бросит я потом не смогу ничем жизни заняться ну так пожалуйста занимайся занимайся каким-то любимым делом не обязательно только стирать убирать есть готовить найди себе какое-то увлечение по душе по душе и если вот вы расстаетесь так ты по крайней мере остаешься своей жизнью со своим увлечением по душе или уже в 50 лет тоже можно пойти мыть полы ничего страшного всегда этому можно научиться то есть без куска хлеба не останешься вот единственное отличие нас женщина той женщины еще раз говорю что она прожила 50 лет свое удовольствие беззаботно то есть она не думал где ей за денег мы же статистические женщины ходим на работу каждый день чтобы заработать себе на проживание вот и мне пишут что лучше бы быть одной но не лучше быть одной пускай мужчина зарабатывает у него это лучше получается у многих мужчин если у женщины хорошо получается зарабатывать деньги пускай зарабатывать деньги никто ее как говорится не отнимает право да хочет она быть политиком пускай будет политиком но есть женщины слабые женщины которые они не хотят зарабатывать деньги они хотят чтобы мужчина позаботился о них и я считаю что это тоже нормально Не надо это осуждать. Это было во все времена. Единственное, что, конечно же, раньше мужчина заботился о своей женщине, но в то же время у женщины не было прав. Только муж или отец мог позаботиться и продолжать быть в восточных странах. То есть женщина не может идти учиться. В наших же странах, пожалуйста, можете учиться, можете работать, заниматься своей жизнью. Поэтому не надо жалеть этих женщин, которые прожили всю свою жизнь в удовольствии. И 50 лет её бросили. Не, ну, конечно же, да, она там, ну, это тоже неправильно с точки зрения психологии говорить, что я лучшие свои годы тебе отдала. Вы вместе прожили эти лучшие годы. Вы оба были молоды. Вы оба, говорится, были счастливы в этом браке. Просто поблагодарите за эти годы. Не то, что я тебе отдала свою жизнь. Нет. Вы вместе жили эту жизнь. Всё. Поблагодарите друг друга и разойдитесь. Разойдитесь, и, говорится, в вашей жизни появятся другие мужчины. Поэтому не пишите мне больше комментарии, что ой-ой-ой, в Европе 50 на 50. И всё вот это. Ещё раз даже хочу сказать, что в моём окружении больше женщин, которых содержат, чем которые работают женщины. Поэтому у меня есть на что опереться. И я, говорится, не выдумала это где-то там вам из головы, из воздуха. Да, ещё хочу сделать такое маленькое замечание. Сейчас пришёл комментарий от Ланы из Испании. Да, что женщины, конечно же, в первую очередь в любом браке, будь то с богатым мужчиной, с бедным мужчиной, она должна себя ценить. Вот я сейчас активно над этим работаю. Любовь к себе, самоценность. От того, что ты будешь тысячу и одно блюдо готовить. У меня тоже много таких историй. Моих знакомых, когда женщина умница, красавица, прекрасная хозяйка и муж-амьюзер. Я ещё раз говорю, неважно, бедный, он богатый, славянин, славянин он или испанец. Вообще нет разницы. Вот вообще. Вот мне там писали, что там испанцы, там абьюзеры. Ну, знаете, у меня муж белорус тоже первый был абьюзер. Ещё похлеще моего мужа испанца. Поэтому без разницы, какой национальности. Это всё зависит от женщины. Если женщина жертва, если женщина привыкла выслуживаться, если женщина привыкла угождать, если женщина смотрит в рот своему мужчине и говорит, как ты хочешь, в первую очередь должна ты хотеть. В первую очередь ты должна хотеть и говорить, я хочу вот так. Мила, я хочу вот это. И опять же, это стимулирует твоего мужчину зарабатывать деньги. То есть, если я хочу вот это, ну, ещё раз говорю, как бы мне бесконечно вот это, вот это, вот это. Это тоже идёт выгорание у мужчины. Ну, равномерно что-то женщина должна хотеть в этой жизни. Будь то какую-то машину, будь то какую-то квартиру, будь то какой-то дом. Она должна хотеть, она должна своего мужчину плавно учить перестраиваться, чтобы он рос, чтобы он старался зарабатывать больше денег. Конечно, для этого есть специальные курсы, где этому учат умных женщин. Но у некоторых этих женщин есть от природы заложенный такой файл, что она интуитивно знает, как своего мужчину стимулировать к такому росту. Поэтому поэтому в первую очередь, конечно же, любить себя, не позволяя ему тирать об себя ноги. Если же мужчина с первого, со второго раза, вообще психолог говорит один только раз, сказала, ну ладно, дадим два раза. Если со второго раза мужчина не понимает, просто вставать и уходить. Вот вставать и уходить, вы же видите эти тревожные звоночки. Ну, опять же, это ваш выбор, оставаться в этих отношениях или не оставаться. У каждого своя, так сказать, история из жизни. Но ещё раз хочу сказать, чтобы быть счастливой женщиной, женщина сама должна себя любить и должна сама себя ценить и должна сама себе эту цену назначить. Понимаете? То есть сколько стою я? То есть какая я всё же драгоценная женщина, какая я умная, какая я красивая, сколько всего я умею делать. То есть просто кайфовать от самой себя. Вот я крутая, вот я любая из нас, вот я смотрю, когда она женщина, думаю, вот каждая из нас, она же хозяйка, она умница, она красавица. То есть Бог нас создал такой уникальной. Каждая из нас женщина, она уникальна. Вот и всё. Просто надо об этом не забывать, что мы уникальны, каждая сама по себе. Так что, милые мои, так что, милые мои любимые женщины, не забываем про себя, любим, холим и лелеем. Так что, так что, кто со мной согласен, ставим лайк, подписываемся на мой канал, конечно же, оставляем свои комментарии, что вы по этому поводу думаете. Отправляем суперспасибо, поддержать любимого блогера. А я же, в свою очередь, вас всех люблю, обнимаю, целую. Всем желаю счастливой семейной жизни. Ну и найти какое-то своё предназначение. Я тоже над этим активно работаю. Всё, всем пока-пока. Пока-пока. А я продолжаю учить свои билеты. И вот уже, что учила, уже не помню. Надо заново садиться учить. И заварилась в печаёк. Буду пить чаёк с овсяными печеньками и доем последний кусочек шоколадки. И сяду к окну, буду любоваться на нашу прекрасную осень. Как сказать, сменить обстановку, чтобы не билеты смотреть, а вот на такую прекрасную осеннюю экспозицию. Да, всем приятного. Чаепития. Хотите посмотреть, чем я занимаюсь долгими осенними вечерами? Правильно. Жарю оладушки. Своей любимой оладушки. Буквально на стакан кефира. В этот раз даже не добавляла соду. Тёплый кефир. Час постоял. Столовая ложка соды. Столовая ложка. Чайная ложка соды. И вот такие пышные у меня получаются оладушки. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok